Очень часто на своих уроках я говорю, что в английском языке есть очень много устойчивых выражений, которые надо заучивать наизусть. И естественно, потом вы не будете ошибаться. Однако, если есть возможность понять общий принцип употребления того или иного слова, то почему бы этой возможности не воспользоваться? Если вам уже удалось выучить все выражения с глаголами do и make, не расстраивайтесь. Как говорится, better late than never. Лучше поздно, чем никогда, познакомиться с принципом работы этих глаголов. Welcome to Marina K. Class. Добро пожаловать в шпаргалки на пятиминутку. Приветствую старых и новых друзей и напоминаю, что я не рекламирую свои услуги, не рекламирую товары, поэтому признательна и благодарна за ваши лайки и комментарии. Желаю всем отличного настроения на уроке. Думаю, вы догадались, что сегодня мы постараемся разобраться, по какому принципу работают глаголы do и make, почему их путают и что нужно понять, чтобы больше не путаться. Для начала давайте разберемся, что же эти глаголы объединяет, то есть что является причиной того, что мы не понимаем выбрать do или make. Это глаголы неправильные, то есть у них для второй и третьей формы существуют свои формы. Do, did, done, make, made, made. Но я думаю, что к нашему делу это не относится. А вот то, что на русский язык оба глагола переводятся как делать, и со значением делать оба глагола работают существительным в паре или любым заменителем существительного типа something, nothing или герунди, вот это и вызывает проблему. Это и создает непонимание, когда какой глагол использовать. Итак, оба глагола переводятся как делать и оба работают существительным. В чем разница? Начнем с глагола do. Мы его разбирали на прошлой шпаргалкиной пятиминутке. Do выражает действие монотонное, рутинное, статичное, оздоровительного характера с минимальным перемещением пространствий, которое можно выполнять одному. Соответственно, в переводе идет делать, выполнять обязанности, проявлять активность и еще всевозможные значения. Если обратиться к определению на английском языке, то там мы прочитаем такие определения. Take part in some activities. Принимать участие в какой-то деятельности. Deal with something. Иметь дело с чем-то. Take part in action. Принимать участие в каком-то действии. Отсюда, мы уже выяснили на прошлом уроке, пойдут все виды спортивных занятий, которые передаются через существительное и достаточно статичный по своему характеру. Список у нас уже был, да? Do carrot, do do, do spot, do archery. Сюда добавляются повторяющиеся действия, которые связаны с обязанностями перед собой. Например, расчесываться. Do one's hair. Или выполнять свои обязанности. Do one's duty. Кстати, do time – это отбывать срок. Ну, тоже такая есть обязанность, если ты совершил какое-то правонарушение. Сюда же входят все повседневные обязанности. С мойкой посуды, убирать комнату, do the room, заниматься счетами, do the accounts, do the laundry, заниматься стиркой. Сюда же входят учеба и учебные обязанности. Отсюда, do homework, do sums, do a course, увлечение, хобби, времяпровождение. А также, do мы будем использовать в том случае, если характер действия носит какой-то не совсем понятный, очевидный характер. Например, что такое do something funny, где-то что-то смешным. Или do nothing, бездельничать, какой-то характер, но ничего не делает. Do a favor, сделать одолжение и так далее. Список здесь находится. Обращаю внимание, что в таблице я специально выделила заменитель once, который вы будете потом менять на местоимение по смыслу. То есть, если, допустим, I do my homework, he does his homework и так далее. Once мы будем заменять на местоимение. И сокращение слова something из четырех букв smth. Обратите на это тоже внимание. С do разобрались, да? Статично, на одном месте, один, обязанности, долг, какие-то рутинные повседневные дела, либо действия, ну, какая-то активность, которая не совсем носит понятный характер. А глагол make? Make, made, made, неправильный глагол. Переводится тоже, как делать. Однако, ключевым для глагола make будет созидать. Создавать что-то. Create. В словаре можно найти разные значения. Производить, выпускать, вводить действия, лепить руками, вводить в эксплуатации. Но в любом случае ключевое создавать. А что мы можем создавать? Мы можем создавать материальные объекты и какие-то нематериальные объекты. Одни из таких объектов – это готовка еды. Что можно сделать? Make breakfast, make lunch, make dinner, make an omelette. Это все творчество. Это создание чего-то, чего раньше не было. Сюда же будут относиться конкретные вещи. Make a boat – сделать лодку. Make a movie – снять фильм. Make a dress – сшить платье. Make a chair – сделать стул. В ментальные объекты входят все планы, проекты. Make a plan – создавать план. Make arrangements – организовывать. Деньги мы тоже создаем. Make money, make fortune – сколотить состояние. Поступки мы тоже совершаем. Make a mistake – совершить ошибку. Make an effort – сделать усилие. Make a one's mind – решиться на что-то. Once я уже рассказывала, как нужно будет поменять. И творческий подход к домашним обязанностям – тоже make. Поэтому заправлять постель мы будем через make. Make once bed. Соответственно, I make my bed, you make your bed. Отношения – это тоже творческий процесс. Поэтому все, что связано с отношениями, тоже пойдет через глагол make. Подведем итог. Do – фокусируется на действии, деятельности, активности. Не всегда определенного характера, но вполне рутинной. А make – это созидание чего-то нового. Make всегда подчеркивает результат от этого действия. Некий продукт. Давайте сравним. When I was doing the calculations – когда я делала расчеты. Это действие. I made two mistakes. Я допустил две ошибки. А это уже результат. I did some work for her last summer. Я кое-что для нее сделал прошлым летом. Это действие. I made a pond in her garden. Я сделал пруд у нее в саду. А это уже результат. Шпаргалочка, как всегда, в конце урока. Читайте, анализируйте. Не бойтесь ошибаться. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых событий. А я с нетерпением жду вас на следующем уроке. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok